Добрый день! Это видеообзор ЧП в Ярославской области за неделю. О происшествиях за 7 минувших дней расскажу вам я, Валерия Шилова. Инцидент с тепловозом произошел на проспекте Октября с самого утра. Десятки машин чуть не стали жертвами тепловоза. Только когда тепловоз преодолел свой путь, семафор загорелся красным. Бдительные водители вовремя успели нажать на тормоза. Посетитель бара обокрал гардеробщицу. Воспользовавшись ее отсутствием, мужчина залез под стойку и украл мобильный телефон. Благодаря пользователям соцсетей воришку удалось найти. Люди опознали его по камерам видеонаблюдения. Неприятный инцидент произошел на днях в стенах арены 2000. С вип-трибуны внезапно выпала женщина, приземлившись прямо на родственницу Ярославца. Женщина потеряла сознание от неожиданной гости сверху, а потом врачи диагностировали ей сотрясение мозга. Выяснилось, что болельщица ложи выпала, потянувшись за детской игрушкой. 65 пострадавших и 10 жертв ДТП. Так прошли учения ярославских спасателей в Кузнечихе. Согласно легенде, на М8 в 10 утра столкнулись 4 микроавтобуса, 2 междугородних автобуса и 6 грузовиков. Забрали затор и спасли пострадавших. Учения прошли успешно. Учения прошли успешно. Спонсор нашей программы – компания «Дельта» – система безопасности. Только в декабре главная акция года – охрана сигнализации за поцены. «Дельта» – это современная система безопасности за полцены в каждую квартиру, дом и офис. Спешите бронировать комплект по суперцене на delta.ru